здравствуйте мужи братья меня зовут вячеслав семёнов я православный мирянин сегодня мы начнем цикл роликов посвящены вопросам и ответам на всевозможные темы конечно в основном все темы духовные вопросы мы взяли из книги открытым оком игнатия лапкина но тогда начнем сегодня тема будущий мир и грядущий суд начнем первый вопрос что можно и что нельзя читать в книге россия перед вторым пришествием вот я лично эту книгу не читал поэтому ничего здесь пояснить не могу ответ игнати лапкин ответ эта книга по постам постоянно пополняется и теперь же в нескольких томах стараются братья чтобы народ божий был не во тьме они в нее включают все что слышали даже краем уха или во сне это как у историка евсевия среди нескольких зелен мякина и мусора читать можно все для ознакомления но верить всему нельзя это как газета русь православная константина душенова знакомиться с полярными точками зрения это и хорошо и в то же время опасно народ слаб и необразовым и невежественным от все ядности наступает атрофии чувств души святой учит иначе мы это читаем в 1 петра 2 и 2 как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение чистое словесное молоко это слово божье постраничный я не могу сейчас сказать сами все сравните с библией этот касается этой книги россия перед вторым пришествием книгу это можно оставить на своей полке я уже пользовался я и пользовался при сборе некоторых материалов вот такой ответ игнати лапкина ну то есть можно пояснить что конечно эту книгу читать можно и может держать но только с определенной целью то есть для ознакомления но конечно тот кто слаб и необразован этот то не имеет веры крепкой знания слово божие конечно такому человеку как он написал может быть и опасно следующий вопрос начнем вот интересный вопрос кстати говоря очень многих беспокоит я слышал создает священник ему все наши тайные грехи и станут явным для всех на страшном суде а грехи которые были до крещения или исповеданные перед богом тоже всем откроются вот меня лично тоже интересует этот вопрос потому что как он для меня непонятно то есть и так и так написано вот что отвечает игнати лапкина о чем говорит библии исайя 43 25 я я самый сглаживаю преступление твои ради себя самого и грехов твоих не помену то есть господь говорит бог обещал все наши грехи бросить за себя исай 38 17 вот во благо мне были сильная горесть и ты сбавил души мою от рва погибели бросил все грехи мои за хребет свой все что было до крещения прощено это уже говорит игноти бланкин и бог это уже не ставит вину написание говорит 2 конец им 5 10 ибо всем нам должны явиться предсудилища христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое что из этого получается как бы такая картина что перед всей вселенной все наши дела прощенные до крешей до крещения и на исповеди снова будет явлены но по другим углом зрения будут они видимы и за каждый грех возмездие смерть это мы читаем в римлян 6 23 и за каждый грех христос умер евреям 922 да и все почти по закону очень все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения поэтому вся вселенная и это посольство должна будет видеть величие заслуг христа за какие грехи он умер кому что простил неисповедных грехи будут от отомщены сказано идите от меня проклятые в огонь вечный а грехи прощенные я от величия победы спасителя его милости его любви когда человек человек амнистирует то читается его дело и что все это ему прощается следующий вопрос что значит истина покаяться в грехах ну то есть покаяться по-настоящему так покаяться чтобы больше никогда не возвращаться к этим грехам отвечает игнатий лапкин думаю что этот удар что этот вопрос есть еще один удар против тайны исповеди которые превратили просто перечисление некоторых своих грехов перед батюшкой на каждой исповеди все каются как правило в грехах языка злословия осуждения если бы это если бы в этом каялись перед всем собранием верных и не просто говорили как на тайны исповеди прости меня святой отче помолись мне грешного но обращались как все общение с просьбой напоминать ему а его злоязычие удержать его или даже ударить когда он начинает кого-либо судить тогда палаты покаяния весь бы немедленно ибо все мы в ответе друг за друга да мы же пошли совершенно другим путем как только зашли на исповедь так захлопнулись на 3 дверь захлопнулись на 3 дверь от всех и мало того священник все время на этой исповеди балансирует на грани лишения сана за открытие тайны исповеди некоторые этим зовут злоупотребляет и шантажирует священников особенно за блудный свой грех ну как вот я тут не понимаю как нас шантажируют то есть я священнику ты сказал про свой грех и потом говори что я расскажу что ты другим рассказал это что имеется ввиду что это за тайны исповедь что считаю что тайны тайны исповедь должна быть только в одном случае в измене субружеской верности то есть прелюбодеяние но не в блуде не женатым и только по причине того чтобы не узнал муж и не поразил ее то есть тайны исповедь суживается еще более до измены именно женщины при ревнивом муже покаяться значит возненавидеть грех возненавид его и не повторять мужи веры советуют переменить место жительства дабы не встречаться с объектом греха об этом подробно написано в книге к истинному православию вот такой ответ следующий вопрос событие откровения будет происходить в точной последовательности как записано в книге или то что стоит в конце книги может исполниться раньше написано в последних главах ну то есть последовательность какая будет апокалипсиска только будущее или еще толкует прошлое или разъясняет настоящее поясните пожалуйста отвечает игнатий лапкин никакой последовательности иван богослов не ведет речи вообще иногда он просто берет общий расклад событий и тут же переходит детальному рассмотрению событий и указав на события уже после суда божия снова касается апостольских времен да и вся библия написан так что где бы ты ее не открыл ты найдешь там предупреждение утешение угрозу и сравнение с прошлыми событиями пророк это не только тот кто предсказывает грядущее но и тот кто знает прошедшие и видит сокровенное настоящим и на земле и в космосе очень сильно это трудно стихотворение пророк пушкина прочтите его построчно и найдите параллельные места библии мне кажется это самое лучшее что вызвать вышло из его пера а как много написал ненужного легкомысленного пустого сплошной ветрогонство и потом уже о нем раздули кадила советские люди ну да ну думаю здесь ответ понятия о последности речи никакой нету и пророк конечно это не тот кто говорит будущее ну то то и разъясняет настоящее прошлое вот интересный такой вопрос спасутся ли после страшного суда люди погибшие по вине священников в частности за неправильное крещение еще от себя дабыли неправильное причастие исповеди и вообще таинство искаженного спасутся не отвечает игнати лавку много раз повторяю что о спасении решать только бог и никто другой мы же всего лишь можем смотреть слово божие и определяясь на правильные пути чтобы не было у нас ложного надеяния свалить на кого-то вину матфея 15 14 оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму римлянам 4 12 и так каждый из нас за себя отдаст отчет отчет богу синтанты как правило проповедуют о том что будет еще несколько пришествия христа сначала за церкви а потом через тысячу лет для страшного суда и вот они вот этот стих говорят евреям 9 28 так и христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасение ну и то есть они похоже толкуют его что вот он раз он второй раз явится не для очищения греха для ожидающего спасения что он якобы явится только за церковь из и из ими и будет царство христа якобы начнется это конечно ошибки ошибочно так как в библии есть только слова во второй раз но нигде нет третий раз вот интересный вопрос и такой очень большой ответ вот людям возможно людям будет интересно это сегодня многие пишут среди православных что принятие и ннн это чуть не за контекста знак три шестерки а иерархи православной церкви утверждает что это не печать антихриста и цифры там три шестерки нет а как действительности обстоит дело ну вот интересно но вот понятное дело что это не печать антихриста потому что антихриста еще нет это вот себя добавлю к вопросу но три шестерки то есть там выданы на или нет и вот ответы гнати ламкина нужно всегда искать ответ библии и познать истину на земле в данном случае кроме библии необходимо точнее разобраться для чего же нужен и ннн данная публикация разглашалась по всей россии дает надежду что еще какое-то время можно уставить всем против нн но чуть позднее льготы на неприятие на отпадут и начнется выделение выявление сильных и вот статья суть против антихриста на судебном заседании было установлено что в ннн содержится число дьявола три шестерки федеральный суд впервые официально признал шострых код каждого идентификационного номера налогоплательщика то есть ннн содержит три шестерки знак знак который по библии является печатью антихриста процесс состоящийся в городе приозерске ленинградской области стал сенсацией верующие назвали судом против дьявола они молились чтобы господь помог восторженствовать правде и 13 христиан подавших иски против министерства по налогам и сборам выиграли суд судья виктор шелудяков вынес решение в котором признал право православных граждан стоять на налоговом учете без ннн по религиозным мотивом в ходе процесса приозерске выяснились скандальные факты оказалось что должностные лица министерства по налоговым сборам уже четыре года обманывают иерархов рпц утверждая что ннн в нет трех шестерок и что ннн не подменяет имя человека назначенный судом экспертиза научная доказала ннн полностью ответствую описанному описан и в описании данному иван иваном богословом в апокалипсисе откровение 13 глава 16 по 18 стих и он сделает то что все малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет ни покупать не продавать кроме того кто имеет это начертание или ими зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 судья председатель городского суда 50-летний виктор шелдяков выглядит крайне усталым в прошлом полярный летчик он сравнивает процесс долгим полетом в тумане к истинному к истине суду пришлось пробиваться целый год и сам простым жителям приозерской людям без чинов денег и связи противостояла целая система мощные ведомства формирующие бюджет государства министерство по налогам и сборам структура которая стремится контролировать все и вся но в приозерске налоговая коса нашла на камень впервые в россии по сути подписан смертный приговор ннн судья шелдяков обязал налоговиков признать выданные отвечкам ннн недействительными вот судя что говорит я судил по закону и по совести исходя из приоритета конституционных прав граждан они подзаконных актов судья подошел к делу профессионально он послал запрос в министерство по налоговым сборам и затратил документацию по ннн представьте что почувствовали столичные налоговые чиновники провинциальный судья из какого-то заштатного приозерска посмел сунуть нос в самый сокровенный 10 их ведомства и не просто в справку об ннн и не просто в справку об ннн но на основании которой принимал свое решение о благожелательном отношении рпц к этому налоговому ношуству священный сенот судья шелдяков потребовал технологическую документацию по ннн всю он воспользоваться своим законом правом все судьи независимо от места где они работают в москве петербург при озерке любой точки россии имеет федеральный стас иранные права в том числе право запрашивать нужные документы по исследованию дел в любых ведомствах папка из министерства по налогам и сборам пришла в приозерск только прошлой осенью с номерным грифом под фирменной обложкой 400 листов на которых детально описана технология применения ннн судья шелдяков назначил экспертизу поставив 11 вопросов и получил ответы которые стали стали сенсацией эксперт говорит в качестве спец был приглашен заведующий лаборатории центра информационных технологий при государственном институте точной механики и оптики алексей платов кандидат технических наук признанный специалист в области он изучил документацию по ннн и схватился за голову и вот что он говорит представитель министерства по долгам и сборам целенаправленно дезинформировали свечейшего патриарха о том что в ннн нет числа три шестерки в используемой налоговиками системы кодировки этот идентификационный номер записан в виде штрих-кода содержит ключевую последствия из трех шестерок без этих трех шесть шестерочных штрихов которые сделают группы знаков видишь черных линий пробелов информация просто не читается и откуда взялась это в россии система разработали стандарт и аж в америке в середине девяностых приняли его и в россии были другие варианты без шестерочные но наши почему-то чиновники вывели именно этот в избежание обвинения и предвзятости приводим его полностью краткий результат экспертизы по иску о признании права стоять на учете налога налоговом органе без используемым вопрос возможен ли учет налогоплательщиков без используемым ответ учет налогоплательщиков без используемым возможен вопрос предусмотрен ли в системы стандартный благо свидетельства бланк свидетельство о постановке на учет не содержащий нн ответ не содержащего нн стандартного бланка свидетельства в постановке на учет налоговом органе, равные и свидетельства об учете налогового органа, не предусмотрено. Вопрос третий. Возможно ли удаление присвоенного ранее ННН стандартными методами? Ответ. Удаление стандартными методами, присвоенного ранее ННН, невозможно. Вопрос четыре. ННН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? Ответ. ННН присваивается всем гражданам России и не только налогоплательщикам. Вопрос 5. Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета персональные данные человека, включая фамилии и имя отчества? Ответ. ИНН может заменить все персональные данные человека. Ответ можно сформулировать по-другому. ИНН для системы является именем человека. Вопрос 6. Для чего предназначен ИНН в системе учета? Ответ. Назначение ИНН – безошибочное определение системы конкретного налогоплательщика. Вопрос 7. Проведите анализ бланков декларации о доходах с 1997 по 2001 на предмет автоматической ввода информации и автоматической идентификации. Ответ. На бланке декларации за 1997 год в нижнем правом углу расположен штрих-код в системе B.N.13. 2. Бланки декларации и за 1997, и за 2001 предназначены для автоматического ввода данных. 3. Для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода. Вопрос 8. Соответствует ли ИНН требованиям стандартной автоматической идентификации ИЭШ? Ответ. ИНН полностью соответствует требованиям стандартной автоматической идентификации ИЭШ. 3. Тодержит ли ИНН идентификационному номеру в стандарте ИЭШ? Ответ. Невозможно отрицать тождественность ИНН и идентификационного номера в стандарте ИЭШ. Вопрос 10. Содержит ли штриховой код ИЭШ в сочетании 3 шестерки? Ответ. Идентификационный номер, записанный в системе ИЭШ УПК в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из 3 шестерок. Вопрос 11. Какие способы записали идентификационного номера при засматривании системы ИЭШ? Записи. Какие способы записи? Ответ. По стандартам ИЭШ, идентификационный номер, помимо штрихового, текстового и электронных способов записи, предполагает радиочастотный вариант, отличающийся тем, что номер можно нести на руку и на лоб человеку. Общий вывод при засматривании экспертизы. ИННН в системе учета является именем человека, данной ему системой, представляет собой число, которое может нанесено на лоб и правую руку человека, имея штриховую форму начертания, при считывании, которое использует ключевая последовательность 666. Эксперт конденсат технических наук, заведший лаборатории ЦИИД ГИТМО Платов. Суд, исследуя все документы, делая и ознакомившись с результатами экспертиды, заслушав мнение сторон, федеральный судья Виктор Шелудяков принял решение признать правообратившиеся с иском граждан состоять на учете в органах налоговой инспекции без ИНН. Более того, именем Российской Федерации суд обязал налоговую инспекцию признать недействительными ИНН тех истцов, которые ранее получили ИНН налогоплательщика и обезличить выданным ИНН. Да, интересно. Вот такое было решение суда. По поводу истцов. Вначале их было 16, трое впоследствии забрали свои иски. Почему? Понятны за сказы Людмилы Маркеловой, одной из 13 истцов. 12 женщин, а на мужчин, прошедший суд до конца. ИНН заставили получить на работе. Сказали, что без него уволят. Потом поняла, что кроется за этим номером. Это отречение от своего имени, от ангела-хранителя от Христа. Не хочу идти за Иудой. Вот она пишет. Людмиле Николаевне 47 лет. Работает продавцом ее двух дочерей и сына. Как и другие 12 истцов, она прихожанка Церкви Всех Святых Прозерского подволя Валамского монастыря. Когда выиграли суд, то плакали от радости, рассказывает Людмила. Правда на нашей стороне. Отец Виктор, священник Церкви Всех Святых, радуется выигранным судом. Судя делу вместе с своими прихожанами. Мы все молились, говорит он, чтобы Господь вразумил судей. Принесли в храм копию Оренбургской иконы Спасителя. Той, что кровоточит, она за последний год вся изолилась кровью. Неспроста все это. Конечно, мы рады, что победил суд. Это важно не только для нас, но и для всех людей. Верю, что вся Россия пойдет за нами, говорит Людмила. Молитву Господа начнем со слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестимся мы во имя Господа. А в НН, вместо данного, вместо прикрещения имени, каждому нас присваивается код, которому есть число зверя. Три шестерки. Мы хотим, чтобы Россия шла за Господа, а не за Антихристом. Три шестерки.